Добрый вечер, дорогие! С вами Диндолг из Зинда Студия. Я сегодня решил проверить утверждение, что самонадувающиеся коврики, у которых внутри поролон, нельзя надувать ртом, потому что они, ой, такое страшное видео мне прислали с плесенью, что там вот у товарища две недели мыл посуду губкой, потом он ее высушил, разрезал, а там внутри плесень. Верю, только граждане посуду моют от грязи, как ее, биологической, или как это слово называется, я забыл, от органики, вот, и внутри губки она там как бы осуждается, ты вот как-то ее не мой. Нормальный человек, особенно отравленный алкоголем, выдыхает пар достаточно чистый, ну как я предполагал, вот, и в крайнем случае пары спирта, иногда еще бактерии ковида, вот. Прежде чем начать экзекуцию по проверке всего факта, я скажу, что я в принципе вот три года пользовался этим декатлоновским ковриком, коврик такого не до недороста, мягко и все хорошо, один раз я его проколотый, недавно заклеил, ничего страшного, оказывается на проколотом можно спать, он достаточно быстро сдувается, достаточно быстро надувается, вопрос даже не минуты, вот, надувание, его, так, открываешь эту штуку, он насасывает воздух, ну, там, секунд 25-30, и потом еще 7 секунд, его надуют, ну, емкость это на два вдыха моих, а нормального вдыха и на один хватит, вот, и теперь, значит, мы вернемся к тому, что внутри поролонового коврика, а у него поролон в утеплении сидит, в наполнении, после надувания ртом, а я всегда надувал ртом, клянусь, как бы, самоотливом моих лодок, ну, додувал, не надувал, как бы, я сначала открываю краник, он все весь надувается, а уже потом додуваю, но это, как бы, додувание, додувание, это микробиотическое, к объявлению туда попадает всякая фигня, значит, чтобы понять, где резать, я взял, выбрал место не в начале, не в конце, потому что в конце вроде долго, мало доходит всякого говна, но зато дольше высыхает, в начале много всякого говна заходит, но быстро высыхает, потому что я его держу открытый, вот, и периодически вот эти всякие вот эти процедуры делаю на его высыхание, поэтому я его решил порезать посередине, в предыдущем дубле, я его порезал, сейчас это второй дубль идет, я его порезал, это было вот буквально пять минут назад, и увидел вот такой вот, во-первых, что он внутри представляет, внутри у него ячеечная структура с дырочками, то есть это не сплошной поролон, а поролон вот с пропусками, вот видно, видно, что вот у него вот эти вот эти вот, и таки много-много маленьких дырочек, из-за этого он еще и полегче, но из-за этого он, наверное, холоднее, а теперь внимание на экран, я преподнесу близко-близко-близко к экрану, я вижу, что оно фокусирует, вот, если кто-нибудь там, вот еще раз, готов увидеть плесень, приходите, покажите, пару недель я его оставлю так, я даже если что, посплю на пенке, пока мне тот на трос не прожил, поэтому, господа, не надо верить всяким фуфлыжникам, которые об голову ломают весло и говорят, ой, блин, оно хреновое, да, вот это весло, даже я со своей слабой головой, не умной, об голову сломаю, но это не значит, что когда вы гребете, у вас есть вот в этом месте и вместе вот этих сочленений такие нагрузки, которые вы можете дать сломать весло, но оно да, ломается, все ломается, надо только правильно приложить силы, надо найти правильную голову и об нее трахнуть, ту голову, которая верит в то, что плесень попадает в самонадувающийся мешок, отдыхая. Не верьте, эти ребята верят сказкам, они детки, а есть сказочники, которых рассказывают на очень умных сайтах, где вот столько устанешь читать, написано, что вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, я верю в инструкции, я их почитаю, иногда позже читаю, чем надо, но я всегда в них вчитываюсь внимательно, если в инструкции написано, что не стоит кошку мыть, сушить микроволновки, то, наверное, я этому верю, но если говорят, что этой печкой не надо забивать гвоздь, то в определенной ситуации, когда мне очень надо, я этой печкой забью гвоздь, но когда-либо она не работает, либо этот гвоздь мне важнее печки, поэтому инструкция штука такая, ее пишут на всякий случай, а реальная жизнь, она гораздо, гораздо ширше, не верьте тому, что написано, включайте голову, с вами был я, между прочим, абсолютно трезвый, и первый дубль зарубаю, потому что там я всякие слова сказал, всем привет!